Эти добрые люди Птицам в этот день выносили крошки и семена, чтобы разделить радость праздника с другими живыми существами. Били в колкала, приветствуя рождение Спасителя, и зажигали свечи, как символ исходящего от Иисуса света. В огромных котлах варились различные пудинги. В эти пудинги клали монету, кольцо, пуговицу и наперсток. Все это было неспроста, с глубоким подтекстом. Средневековый Новый год и Рождество на Западе. У меня сегодня в гостях историки Антонина Шарова и Олег Воскобойников. Здравствуйте. Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии статей об академике Евгении Косминском и отечественной исторической науке 30-50-х годов 20-го столетия. Олег Воскобойников, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Высшей школы экономики, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные труды. Душа мира, наука, искусство и политика при дворе Фридриха II и свобода от средневекового искусства. Рождество Рождество И как его пытались понять, по крайней мере, есть сведения, что даже в XIII веке некоторые авторы, описывая крестовые походы, нередко путали в определениях Рождество Христа и время Пасхи. Потому что для них, в принципе, это был некий момент, связанный с жизнью Бога и с воскрешением. Вот этот момент рождения, воскрешения нередко сопоставлялись и воспринимались как что-то похожее. Так что сказать, что даже уже в XIII веке, по крайней мере, рыцарство было абсолютно точно уверено в содержании тех или иных празднеств, довольно сложно. Да, иногда Рождество называли Малой Пасхой или Второй Пасхой. И Пасха, ну, была одна главная Пасха, и две как бы, ну, запасные, что ли, да, одна – это Рождество, и даже шире говоря, от Рождества до Богоявления, то есть 12 дней, не случайно 12, и третья – это Пятидесятница, тоже как бы Пасха. Но при этом противоречие не совсем понятное, мне, например, до сих пор непонятное, почему на Западе, в западной христианской традиции Рождество важнее, чем Пасха, а в восточной традиции Пасха важнее, чем Рождество. Да, действительно, с Рождества начинается литургический год на Западе, тогда как литургическое время всё-таки основное для Восточной Церкви – это время, связанное с Пасхой. Ну, тут, наверное, есть достаточно прозрачное объяснение – не случись Рождества, и Пасхи бы не было. И мне кажется, в этом есть логика. Но и в то же время это единая история спасения человечества, да, если бы не было Адама, то не было бы и Рождества Христова. Христос пришёл, потому что был Адам, и не случайно католическая церковь 25 декабря поминает не только Рождество Христа, но и Адама. Потому что Христос, как мы знаем, новый Адам, и на изображениях распятия, если мы обратим внимание, у подножия часто череп, потому что… – Череп Адама. – Череп Адама, то есть был ветхий Адам, и теперь новый Адам распялся и воскрес. Вот, и за этим стоит огромный символический ряд. Но что хотелось бы сказать, действительно, продолжая мысль Антонины Владимировны, ясности никакой не было очень долго. Нам сейчас кажется, что вроде всё понятно. Ну, мы знаем, мы приедем в Италию 24 декабря, или в Англию, или в Скандинавию, всё бурлит. – И до ноября уже бурлит. – Даже, в общем, сейчас уже идут и распродажи, и всё это, как историки-медивисты называют, American way of life, американский образ жизни. И вот он заодно с Рождеством, фильмы всякие разные, иронии судьбы, или реальная любовь – это всё уже история секуляризации древнего праздника. Но, по крайней мере, нам всё более или менее ясно с датами, хотя в секуляризованной версии Рождества, в светской этой современной версии, забывают о богоявлении, по-гречески «эпифания», и на некоторых западных языках это тоже называется «эпифания» – «богоявление». Так вот, в Древней Церкви, в общинах праздновали как-то весь этот цикл от 24 декабря до 6 января, то есть фактически до нашего православного Рождества, учитывая юлианский календарь, да, не григорианский, а юлианский, но не случайно 12 дней родился Христос, появилась звезда, как известно, да, пришли волхвы, на всё это нужно было время. Потом 1 января, собственно, в Новый год, младенца принесли в храм для обрезания. То есть получается, что наш с вами вот общий мировой Новый год – это праздник первого пролития божественной крови. Что такое обрезание, да? Проливается кровь младенца, как преддверие какого-то большого пролития крови. И, наконец, да, это седмица, это седмица Рождества, 1 января, проходит неделя. И, наконец, ещё несколько дней, и происходит крещение в Иордании, крещение от Иоанна Крестителя, и называется это богоявлением, потому что, как и сейчас в Тропаре поётся, явися троическое поклонение. То есть мы впервые видим явление троичного божества. Но мы должны учитывать, что всё это формируется. А как мы его видим? А видим, потому что, согласно преданию, опять же, Евангелия, они всегда очень лаконичны. Согласно преданию, сформировавшемуся через апокрифы и из устной христианской традиции, в момент крещения Иоанн же, креститель, говорит, «Христу ты должен крестить меня». Он говорит, нет. Он подчиняется как человек своему предтече. И в момент, когда проливается вода Иордана на его голову, появляется Бог, Отец, и спускается голубок. Всем нам известна иконография, то есть иконы, в том числе и православные, и в западной традиции то же самое. Мы видим все три лико-троицы. Хотя нигде не сказано, что голубь – это святой дух. Но мы привыкли к тому, что голубь – это образ духа. Он белый, он… Пушистый. Не злобивый, как известно, лишён жёлчи, то есть злобы, голубь, опять же, по древним поверьям. Но так или иначе, важен в самом начале, в первые 3-4 века, важен весь цикл. 12 дней, как 12 месяцев, 12 апостолов, в общем, известно. 12 – всё. Да, 12 – всё. За всё отвечающее 12. На самом деле оказалось, что 12 будет очень важно и дальше, потому что, когда, допустим, в Англии уже после… Точнее, в эпоху контрреформации, когда на католиков устраивались всяческие гонения, и празднование Рождества было запрещено по парламентскому акту 1644 года, то есть всё, целая Англия и никакого Рождества. Ну, Кальвия не приняла Рождества. Да, то вот появляется знаменитая поэма о 12 днях, в которой рассказывалась суть каждого дня для того, чтобы вот это новое поколение католиков, как объясняют сейчас, чтобы оно вообще не утратило вот эту самую важную память о том, что же собой представляет действительно литургический цикл, какие события, с чем они связаны. А переведена поэма? Нет. Так что, на самом деле, чрезвычайно, что касается авторства, не могу сказать, да. Но она такая известная, и я считал, что известна всем, и все её знают. На самом деле 12 дней, они по-разному воспринимаются и оказываются очень важны в совершенно разные моменты человеческой истории. И когда, наоборот, христианство всячески приветствуется или формируется, и когда оно гонимо, в католической версии, по крайней мере. Так что здесь очень интересно. Другое дело, что вот эти вот 12 дней можно продлить немножко и вперёд, и сказать об Адвенте, потому что вот эти 40 дней, они тоже важны. Адвент, то есть Рождественский пост или Филиппов пост. Рождественский пост, да. И все празднества, которые происходят, вот эти четыре воскресенья, и уже потом в протестантской традиции четыре свечи, которые будут зажигаться. То есть, на самом деле, здесь символики очень много. Причём интересно, что идея поста в течение этих 40 дней тоже появляется далеко не сразу. По крайней мере, Григорий Турский, автор VI века, пишет о том, как один из настоятелей монастыря Святого Мартина предложил в конце V века, что всё-таки надо накануне Рождества держать пост каждые, точнее, три дня в неделю. Понедельник, среда и пятница. И только уже много-много лет спустя, даже столетия, только в XI веке стало понятно, что это не просто монашеский вот такой пост, а что на самом деле пост должен восприниматься накануне даже такого праздника, как ряд ограничений. И ограничений по зрелищам, по перемещениям, по ограничению сексуального характера и так далее, и так далее, что он касается не только церковнослужителей, не только монахов или клира, но и, собственно, прихожан. Адвент – название периода рождественского поста, принятый в среде христиан, католической церкви и части протестантов. Адвент – время ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова, во время которого верующие соблюдают пост и готовятся к празднику. Каждый из четырёх воскресений Адвента имеет определённую тематику, отражающуюся в евангельских воскресных чтениях. Первое посвящено пришествию Христа в конце времён. Второе и третье отражают переход от Ветхого к Новому Завету, в том числе и вспоминается служение Иоанна Крестителя. Четвёртое посвящено евангельским событиям, непосредственно предшествовавшим Рождеству. Какие первые упоминания о праздновании? Потому что я читал у кембриджского археолога, профессора Дэвида Гиббена, о том, что ползучее распространение христианства началось ещё при Тиберии. И нередко в подводной археологии обнаруживают амфоры. Амфоры использовались во время плавания по морю как своеобразные носители граффити. Людям было скучно, людям было нечем заняться, и они и волками... Судили и царапали. Да, и что-нибудь царапали. Вот на амфорах периодически, времён Тиберия, как бы атрибутировать по времени любой археолог может, там по форме, по всему, что, как. Хороший археолог. Хороший археолог, да. Так вот, на амфорах периодически находили изображение креста. Потому что... Много всяких крестов было. Нет, дело в том, что моряки были наиболее восприимчивы к христианству. Потому что дилемма такова. Либо по римской религии ты отправляешься через реку в царство мёртвых, и там, в общем, достаточно уныло. Либо ты попадаешь по христианской версии в царствие небесное, что значительно симпатичнее. И поэтому, в общем-то, первыми распространителями христианства были именно... Моряки? Моряки. Ну, вообще... Ну, помимо апостолов, конечно. Ну, да. Апостолы тоже, вообще-то, рыбаками были. И в море ходили. Боря поднялась, и все перепугались. Ну, и улов бывает чудной, если с учителем на борту. Ну, я немножко с подозрением отношусь к такому утверждению, что вот именно моряки... Нет, это не категорическое утверждение, а как бы реальные факты. Такое раннее распространение. Ну, надо смотреть, какие кресты. Я так вот вам верю на слово, но крестов действительно много было всяких разных. Вообще, до Константина, до Миланского эдикта 312 года, когда христианство было объявлено одной из официальных религий Рима, ее называли религио кастренсис по латыни, то есть, как бы, одна из религий легионов. То есть, она распространялась прежде всего в солдатской среде, но и среди знати уже в деяниях апостолов и в посланиях Павла и в соборных посланиях других апостолов. Мы видим, что там есть тот же сотник Лангин, это офицер, который уверовал, убив человека, он уверовал в Бога. И тем самым дал образец. Но распространялась религия, я не думаю, что прям так быстро, что там при Тиберии повсюду кресты. Ну, не повсюду, но встречаются. Встречаются. Ну, вполне возможно. Так или иначе, о Рождестве, в Рождестве, как вы правильно отметили, во всей этой истории с возникновением праздника Рождества, наряду с праздником Воскресения, с Пасхой, там масса разных языческих традиций должна была сплестись. Конечно, и Митра, и его жертва, как известно. Митра такой загадочный, таинственный, индо-иранский бог, который, как известно, идет на подвиг, убивает этого быка, проливается кровь. И известно, что все крупнейшие базилики христиан, 4 века, когда стали строить базилики, в Сирии, там они через каждые 300 метров стоят, и в Риме они все на Митреумах стоят. Ну, классический пример – это Сан-Клименте в Риме, четырехэтаж, четырехъярусная великолепная базилика, где четвертый, самый нижний ярус – это подземный Митреум. И когда мы это видим, это тоже архитектурное, археологическое доказательство, что наряду с восприятием пространства некогда чуждой религии, архитектурного пространства или вообще места священного, конечно, должны были восприниматься и ритуалы, и вслед за ними какие-то образы и идеи. Вот их было немало. И в Рождестве то, что всем нам известно совершенно очевидно – это три волхва. По-русски волхвы, по-гречески, в греческом тексте Матфея стоит «магусой», который воспроизводит иранское слово, я правильно не произнесу, но, в общем, «мага», «маги». Наше русское слово «маги» по-гречески могли говорить «магой» тоже, у Геродота оно уже встречается. Там интерес в том состоит, что в эллинской, в греко-римской культуре за этим словом скрывалось как отрицательное, так и положительное составляющее. Маги – ведуны, да, со всякой нечистой силой умеют связываться, но они могут быть и добрыми предсказателями. Они могут быть лекарями. Они могут быть лекарями, естественно, да. Вот эта грань между добром и злом в магии, она, естественно, очень такая зыбкая. Но в христианской традиции тоже этот образ развивается, вместе с ним идея Рождества тоже. Например, один из кардинальных вопросов позднего Средневековья и Нового времени формулировался так. Что первично? Явление божества или явление новой звезды? Представьте себе, Галилей пишет книгу «Небесный посланник», или Кеплер пишет трактат о новой звезде. Да, они видят новую звезду. Это же что? Это, естественно, отсылка туда для людей того времени. Это сразу какая звезда? Если есть некая звезда, выходящая за рамки каталога Птолемея, да, тысяча... Сколько их там? Тысяча восемь, по-моему, было тысяча девять звезд. И вот некая новая. И ее увидели. Значит, что божество явилось, потому что звезда дала знак «Божество, явись», и тогда астрология оказывается важнее, чем божество. Или звезда появилась как знамение, да, как знамение того, что Бог воплотился. И увидели это не евреи, не римляне, не греки, а увидели некие восточные люди, да. Их называли в христианской традиции «премице генциум», то есть переводить с латыни, ну, что-то вроде «первины народов», да, или, если так совсем по-старой русски, «первины языков», не языков, да, языков, как бы, от язычников три мудреца пришли, принесли дары, и подарки на Новый год, они генетически восходят, конечно, к мире, золоту и смирне, которые принесли эти самые три волхва. В X веке в западной традиции они еще превращаются в царей. Поэтому на западных языках они называются kings, если по-английски, да, «рэ-маджи» по-итальянски, и тоже это совершенно особая история, почему так произошло, точного объяснения нет. Есть даже на русский переведена легенда о трех царях Иоанна Хильдесхаймского, это версия немецкая XIV века, что не случайно, потому что их мощи лежат не где-нибудь, а в Кёльне. Всех трех. Всех трех, ну, три главы. Вот, лежат они в раке, которая сильно пострадала за свою историю, сделана она была в XII веке, потом переделывалась в XIII, это в три с половиной центнера, так, меня не видно, да, ну, полтора метра в длину, там, 80 сантиметров в ширину, такой типа храма, да, как ковчег, неф, с семью, по-моему, травеями, пролетами, в которых мы видим ветхозаветных царей, как предвестников царей новых, да, и до этого, до того, как попасть в Кёльн, они находились в Милане, в церкви святого Евсторгия, считавшегося, ну, и святой Евсторгий, это был такой архиепископ в Милане в IV веке, вроде как бы исповедник святого Амвросия, то есть основателя Великой Миланы, одного из таких, не основателя, конечно, а Великого Отца Церкви, Миланского архиепископа. Как туда попали эти головы? Ну, принято считать, что на самом деле мощи впервые были обретены императрицей Еленой, матерью императора Константина Великого, и это были не единственные святые реликвии, которые как раз были обретены в то время. Вот вопрос о том, каким образом эти мощи действительно оказались в Милане, очень большой, но и сама легенда относительно вот этих трёх магов или трёх волхвов, трёх царей, она же тоже интересна, потому что считается, что ещё по некоторым сведениям, что они приняли христианство, эти три царя, от апостола Фомы, если я не ошибаюсь, и таким образом вот эта вот связь между Востоком, между предвидением Мессии, его ожиданием и убеждением в том, что да, пришёл этот царь в этот мир, эта связь окончательно складывается. Получается, что наше празднество, празднество сегодняшнего дня, рождественские все праздники, на самом деле представляют собой такую очень пёструю мозаику, удивительно искусно сложенную, сформированную, ну и поэтому, наверное, ещё более интересную и трогательную. Так вот, всё-таки, почему они из магов превратились в царей? Ну, в царе вот первое изображение этих самых магов, обычно их с колпачками такими изображали персидскими, и в штанишках, как скифов, да, как варваров, например, на мозаиках в Сан-Витале, там есть маленький такой фрагментик, вот одно из первых их изображений. На саркофагах, древнехристианских саркофагах, они тоже изображаются именно магами. Вообще, в раннем христианстве представление о волшебстве, там, волшебная палочка, например, это нормальный атрибут Христа в раннехристианской иконографии. И потом он уходит, потому что уже не нужна палочка Богу. Вот. И маги тоже потихоньку меняют статус. В 970-х годах мы видим изображение их с коронами, уже не с колпачками, а с коронами, в так называемом кодексе Экберта. Экберт – это был такой просвещенный епископ, точнее, архиепископ города Трира у германских императоров, у аттонов, роскошная совершенно рукопись. Цари. Почему они превращаются в царей? Вот на этом раннем этапе не совсем понятно. А дальше, ну, видимо, как-то они бы интересовали новых императоров, вот этих аттонов, сначала аттоновскую династию, потом солическую. Но головы хранились, как мы сказали, в Милане, хотя тоже, в общем, непонятно, где именно. И в 1162 году Фридрих Барбаросса в одном из своих итальянских походов после долгой осады берет Милан, и ему, как известно, надо было их унизить. И нормальный способ унижения, ну, там много было разных способов, описаны они все у разных хронистов, как известно, срывают стены. Да, но это нам, кажется, сейчас взял, разбаривают. Спахивают рыночную площадь, посыпают солью. Ну, рыночную площадь спахать несложно, потому что, во-первых, можно бороги провести, а может, она и не асфальтирована, да, никакой там камня даже нету. Вот, стены срыть – это, конечно, ерунда. Вот, а вот отнять мощи святых – это все равно, что боеголовку вынуть из ракеты, понимаете, если вот нашим языком мы говорим. Святые правители. Да, храм есть, а пустует. Вот, и увезли мощи в Кёльн по настоянию не кого-нибудь, а рейхсканцлера, извините за выражение, то есть канцлера императора Барбароссы, Райнольд Дассельский, он же архиепископ Кёльна, то есть один из трех главных иерархов чиновников империи. Видимо, он какую-то серьезную услугу оказал Барбароссе именно в борьбе с Миланом, что затребовал такое, понимаете, такие мощи увезти – это дерзновение, это большое дерзновение, то есть он шел на очень серьезный конфликт, это намного важнее, чем там всякие налоги, то, что нам в учебнике пишут, вот он деньги тянул. Это ценилось не на деньги такие вещи. Это, конечно, было частью такой имперской идеологической политики первого германского рейха, вскоре после этого, значит, делается, естественно, рака, они объявляются покровителями Кёльна, эти цари, и тут они уже совсем цари, и Кёльна обретает как бы царский статус. И вскоре после этого Фридрих Барбаросса с помощью антипапы, он там к тому времени окончательно поссорился с папами, с помощью антипапы решил канонизировать Карла Великого, претендуя этим на преемственность по отношению к основателю империи. Как известно, так и не было признана католической церковью эта процедура, потому что совершал антипапы, и вообще нечего. Но цари окончательно стали царями, и окончательно стали камнем преткновения между Германией и Италией, и еще святой Карл Барромео, архиепископ Милана, описанный в обрученных Алессандро Монзони, один из великих итальянских непотов, изначально он племянник папы, но ставший таким святым иерархом, он пытался выцегонить обратно эти головы, но так ему это и не удалось, и по-прежнему считается, что те самые головы, видимо, какие-то персидские, лежат в этой раке, а части тел тоже где-то там рядом находятся, в Кернском соборе. Последнее, что, мне кажется, надо сказать о всей этой истории с волхвавими царями, они растягивают события. Вот это нам важно понять. Рождество – это не только момент, собственно, родов, но это… Момент осознания. Момент осознания, что что-то такое произошло, вот эти 12 дней, они все каждый день значимы. Я сказал, что Рождество Христа – одновременно поминовение Адама. Следующие дни перед обрезанием, перед моментом, когда Иисус становится частью наследия Якова, наследники Якова, именно у них обрезание было знаком родства, перед этим поминается Иоанн Богослов, то есть единственный ученик Христа, который написал Евангелие. Остальные, как известно, не апостолы. Иоанн Богослов, евангелист Иоанн, в христианстве один из 12 апостолов, любимый ученик Иисуса Христа. Присутствовал при воскресении Христа, его преображении, а также при молении о чаше. Умирая, Христос завещал именно Иоанну Богослову сыновные обязанности по отношению к Деве Марии. Официальная версия, вообще-то такая, принятая обеими церквями, и западной, и восточной, возникновения Рождества, что праздник возник в Риме, при Константине или чуть позже, когда слили воедино два таких серьезных культа. Это христианство принятое, но еще вот то ли Богоявление, то ли Рождество праздновать. И культ непобедимого солнца. Соль комес инвиктус. Это восточный культ, впитавший в себя тоже массу разных течений, который императоры еще с 3 века, в эпоху кризиса, пытаются как-то навязать. И Константин еще до принятия христианства, он нравился, поэтому... Еще бы он не мог нравиться, когда это культ, который весьма активно принимался солдатами империи, и был очень популярен в армии. Так что это как раз время, когда можно такое кризисное состояние Римской империи закрыть и притушить, и направить вот эти эмоции как раз к тому, чтобы объединить население империи и почитание разных культов. Совершенно закономерная идея. Да, и когда смотришь, что эти первые памятники того времени и изобразительные, и тексты, это язык очень такой синкретический, как бы неясный. Ты иногда не можешь понять, они вообще кого празднуют? Это самое непобедимое солнце или Христа? И кажется, ну как так? Должна быть какая-то определенность. Но перескакиваем ровно на тысячу лет. Святой Бернардин Сиенский. 15 век. На дворе читает проповедь. Он говорит на флорентийском, на тосканском диалекте того времени, в будущем литературном языке, обращается к пастве и говорит, давайте почитать имя Христа. Пишется так. И-Х-С. И смотрите, какое свечение вокруг него, солнышко такое. Это же будущий масонский символ, который мы сейчас очень легко узнаем. И-Х-А-С прям так вот. Или А-Х-С, если угодно. Потом появляется там треугольник, пирамидки всякие. И вот этот вот свет, даже, по-моему, на долларовой бумажке, этот свет, он же восходит к этим древним солярным культам, которые влились в христианство вполне органично. Хотя это опасно, почитать солнце. Почитать светило. Это страшное идолопоклонство. Но христианство умело это всё как бы обработать. Да, Христос есть свет. Да, потому что Христос есть свет, и мы можем его почитать, вот в том числе и солнцем. Да, но тут в этом праздновании, в этих праздниках масса деталей, которые тоже весьма и весьма любопытны, потому что само Рождество, оно заполнено символами. И здесь не только волхвы, и, кстати, бытовала легенда, что поскольку при императрице Елене на одной из стен храма, который был построен над пещерой, где родился, да, в Вифлееме, где родился Христос, что поскольку на одной из стен этого храма было изображение вот как раз волхвов, приносящих дары этому младенцу, то персы, которые пришли на эту землю в VI веке, они храм не стали разрушать, поскольку видели своих, узнали изображения им знакомые и посчитали, что, в общем, трогать это не надо. То есть тут существует масса таких достаточно наивных поверий. Вместе с тем сам факт, что младенец был положен в ясли, ведь это тоже глубочайший символ. И если блаженный Иероним будет говорить о том, что очень важен сам факт, что Христос, младенец, вот он был рожден и положен, и ассоциировался с чем-то нечистым, то есть с нашими грехами. Он пошел в мир, в окружении, который переполнен нашими грехами, и тем самым взял на себя искупление этих грехов. Но тут сама идея вот этих присутствовавших животных и совмещение такого мира животного, мира приземленного и вот этой вот высокой идеи рождения божества, вот это совмещение двух идей являются чрезвычайно интересными и чрезвычайно важными. И более того, впоследствии, это уже XI-XII века Западной Европы, существовала целая плеяда неких празднеств, которые проходили и в декабре, и в январе, в частности, праздник ослов, когда осла вместе с девушкой, олицетворявшей деву Марию, и с младенцем на руках, осла вводили в храм, устраивалась некая ослиная литургия, и священник, который вел эту литургию, в конце издавал восклицание на манер ослиного крика, и паства должна была этот крик воспроизвести. То есть тут такое, знаете, это не насмешка, а скорее вот совершенно специфическое народное восприятие вот тех событий, которые происходили в библейской истории, то есть выступает на первый план такое профанное. И на самом деле во многих празднованиях, сопровождающих Рождество, вот этого профанного очень много. Что тоже говорит о том, что на самом деле мозаика рождественских праздников, она чрезвычайно сложна, чрезвычайно любопытна. Тут надо еще упомянуть преснопамятное оливковое дерево Сирича – прародительницу елки. Там же возле пещеры росло оливковое дерево, которое должно было принести какие-то дары. И оно принесло и оливки, и неожиданно распустившиеся на нем апельсины. – Елочные игрушки. – Елочные игрушки, да. – Тут, как всегда, все темно с елочкой. – Да, ну… – Немножко, наверное, надо… – Мичурин поработал, оливку превратил в елку. – Да, да, дубы, листья дуба падают с ясеня, в общем, все может быть. Конечно, хочется видеть в елке, в этой рождественской, ну, какой-нибудь такой космогонический, космологический символ, по крайней мере, значения ясеня Игдрасиля, объединяющего небо и землю, и свечки на нем горящие, да, это, наверное, специальные свечки свечения Христа. – И звезда-то вифлеемская горела до вершины этого дерева. – Да, не только на Кремле, но и на елочке, да, вифлеемская звезда. И шествие, мы знаем более или менее из текстов позднего Средневековья, что шествие с волхвами – это было нормальное празднование, сопереживание, да, празднование Рождества. Просто мы должны понимать, что праздник для тех людей – это не шуточная вещь, это не только напиться, да, и представьте себе паству, которая в церкви кричит «Я, я», да, и нам, конечно, сейчас в наш пользолюбивый и веселый век, наверное, это кажется каким-то бредом, или, по крайней мере, забавной такой чертой к Средневековью. Средневековье, когда шутят, тоже может быть очень серьезным. Вот, и если идут волхвы и несут на удочке перед собой звезду, и она их ведет, да, это все воспринимается очень серьезно. Это, говоря словами нашего великого советского философа Бахтина, дырка во времени, да, есть время, которое течет, оно тяжелое, вообще-то декабрь на дворе, и там холодно, и голодно, и пост, он вообще-то немножко связан с тем, что есть того и так нечего, да, и наши сочельник, мы едят сочиво, то есть совершенно невозможно просто в воде… – Зерно. – Зерно, которое дает сок отсюда, сочельник. – Да, тяжелая подготовка к этому празднику, и сила-то на исходе, да, но это не празднование само по себе, это обряд настоящий, в котором мы переживаем, не сублимируем, если угодно, возносим на высочайшую высоту самое низкое. Поэтому Христос рождается, собственно, в корыте для корма. Но для кого? Для осла и вала. Ну, в книжках вы найдете, что это из апокрифов приходит, откуда они взялись в Евангелиях, нет никаких животных, да, известно, что он в вертепе неком родился, да, вертеп, в смысле, пещера. – Вертеп, пещера, да. – Пещера, да. Пещера в скале, в пещере ясли, то есть откуда едят зверюшки, и зверюшки конкретные – вол и осел. Вол и осел. Почему вол и осел? Ну, вроде такие вот низкие… – Восточные и низкие. – И низкие твари, да, осел все-таки он… – Ну, позже овцы приросли вот в вертепах более позднего времени. – Это связано, скорее, с образом агнца и пастухи, которые пришли увидеть этого младенца в веру в голос. – Тут надо разделять. – Волхвы отдельно, пастухи отдельно. – У всех свои, да, функции. Пастухи пришли – это как бы человечество. Все человечество уже. Приходят потом волхвы, чтобы принести дары, и вроде бы дары под елкой, которые мы находим, они генетически восходят тоже к тем дарам, к царским дарам. – Вот, только непонятно, кто приносит эти подарки, то ли Святой Николай, то ли кто-то там еще в разных традициях. Но осел и вол призваны согревать своим дыханием младенца в эту стужу зимнюю. Ну и почему именно они? У Исаии третий стих первой главы его книги, главного пророчества о Христе, как известно, «Сидево зачнет в очреве, и наречем ему имя Бог с нами» – Эммануил. Вот в третий стих говорит «И вол знает хозяина своего, и осел знает господина своего, а народ Израиля не знает меня, не знает господина своего». Вот, совершенно очевидная отсылка. То есть, понятно, откуда берутся эти образы. Они впитывают в себя и непризнанную официальной церковью, как богодухновенные, апокрифов, и, собственно, из канонического текста. И все это вместе сочетается и дает тот пласт, который сейчас уже, конечно, в основном забыт. Вот его-то как раз и интересно вспомнить. Пастухи – это мы, простое человечество, в отличие от языков. Есть умные язычники, которые умеют звездочет, интеллектуалы такие. Есть простые пастушки со своими овцами. Овцы, естественно, отсылают правильно к Агнцу и к жертве, которая его ждет. То есть, в самом начале мы всегда видим и самый конец. Уже есть какое-то преддверие его будущей жертвы. И в то же время это праздник Марии. Она как бы является уже как не совсем человек, не просто человеком. А когда вот сложился такой более или менее устойчивый протокол празднования? Ну, никогда его не было. Везде по-разному. Нет, ну, мало того, что везде по-разному и в разное время. По крайней мере, а уж что касается протокола, так тут вообще сложно говорить. Ну, известно, что, допустим, в эпоху Иоанна Златоуста, это у нас 4 век, его осуждали некоторые недоброжелатели, когда выяснилось, что Иоанн Златоуст в дни некоторых важнейших праздников одевает какую-то совершенно другую особую праздничную одежду. В эпоху королингов литургическая одежда, это уже 9 век, начинаются некоторые постановления соборные, когда вопрос о правильной литургической одежде тоже обсуждается и пытаются как-то на самом деле все это нивелировать. Но дело в том, что еще нет такого единства, и религиозного нет, и политического единства западного мира, чтобы это можно было вот сегодня издал какое-то постановление, и все это выполнили. О чем говорить, если даже разные части одного королевства в разные дни начинают год, собственно, обычный год, как это было, допустим, во Франции в течение очень долгого времени. И вот какое-то единство в этом празднестве, оно довольно долго не существует, и скорее это уже постепенно вырабатываются определенные правила литургические, проведения этих празднеств. Так что здесь, тут интересно еще отметить, что в том же 14-15 веках само празднование Рождества сопровождалось мистериями, то есть постановками, собственно, вот этой божественной библейской истории, как это должно было быть. И сначала этим занимались священники, которые изображали, собственно, эти события, как это все происходило, а затем уже в эпоху позднего Средневековья на себя берут эти постановки отдельные городские корпорации, и это, в общем, их занятие. Другое дело, что это не очень понравилось впоследствии церкви, и начиная с конца 15 века такого рода материальное воплощение библейской истории, наивное, весьма далекое от каких-то канонов, потому что как тут утвердить каноны, как это все должно выглядеть, как это должно быть одетым, какие звуки издавать, уж очень это все такое народное и похоже на языческое, все это потихонечку начинает запрещаться. А что касается действительно рождественской елки, тут на самом деле есть масса всяких предположений, в частности, есть легенда о святом Бонифации, который очень активно окрестил жителей будущей Германии, о том, что он пытался убедить жрецов языческих, что нельзя поклоняться священным деревьям, священным рощам. И в качестве такого средства убеждения, весьма популярного в эту эпоху, если не крестить насильно людей, давайте вырубим эту священную рощу. Вот что-то подобное было сделано, и, видимо, главным деревом был дуб, какой-то самый высокий, самый большой. В общем, как описывается в житии, этот дуб упал и подломил все деревья, которые его окружали. И осталась стоять одна единственная елочка, и святой Бонифации сказал, что вот так вот одна только церковь Христовая, вот она стоит на развалинах вот этого всего языческого мира, и нельзя, любое дерево упадет, и только вот... Елка будет стоять. Елка, в данном случае, елка будет стоять. Крест ведь даже в русской традиции называется честное древо, то есть дерево, и известные иконографии, и почитание креста, как в виде древа жизни, на котором распят Христос, победивший, то есть жизнь, победившая смерть. Но очень все темно с происхождением, собственно, нашей современной елки. По другой версии, Мартин Лютер в какую-то холодную декабрьскую ночь где-то там в своей этой центральной Германии, чтобы утешить тех, кто пошел за ним против римской церкви, нарядил елочку, и вроде бы это воспоминание его детства, когда он был очень религиозный, очень верующий человек, пылкий верующий человек с самого детства. И вот у него был вроде как бы образ такой, дерево, которое все светится, в ине, в серебре, и это свечение ему как-то напоминало о том, что Христос – это свет, и вот он стал украшать какими-то красивыми предметами, блестящими эту свою елочку, и отсюда вроде бы пошли елка и игрушки. Но в Германии действительно, ну, самые такие ранние свидетельства, действительно, бытования именно этого дерева, именно елки, вечно зеленые, как известно, что понятно символически, в германских землях с 16 века – это факт. Из Германии, с переселенцами из Германии елка перекочевала за океан в Соединенные Штаты, в Пенсильвании она особенно была популярной, вроде как бы оттуда, в 18 веке, во время войн за независимость, она попала в Англию, как ни странно, потому что в Англии утверждается германская династия ганноверская при Георгии III, и особенно при Виктории и принце-консорте Альберте, как известно, тоже Заксон Кобург, в Англии утверждается. Сейчас Англия без елки как бы немыслима, но характерно, что с елкой боролись, пытались бороться, но есть такая, как бы вот эта история последних наших уже столетий и современности, борьба, ну, религиозного понимания этого дерева, и наоборот антирелигиозного, но тоже по-своему на самом деле религиозного. Это, например, дерево свободы французской революции, которые, в свою очередь, восходят к майскому дереву, и его стали сажать повсюду, как известно, все стали подражать, там Гегель сажал это дерево у себя в Германии, в Италии повсюду возникают эти деревья. Они, естественно, вроде бы против религиозного того, что тогда называлось... Засилья. Засилья. Да, засильем мракобесия, в общем, всяческого. В России тоже мы знаем эту историю после революции, как елочки пытались... Да, раздавите газину. Да, ну, да, Казимир Малевич мог повесить в красный угол вместо иконы свой квадрат, да, потом, значит, большевики могли поснимать иконы, начали вешать туда другие портреты. Елку пришлось вернуть, да, то есть типологическая замена одних образов другими срабатывала в разных видах, да, у Малевича совершенно другие были цели, но он знал, куда повесить именно такую картину, да, повторяющую, как мы знаем, форму иконы, так, но без образа. Елку вернули. Что она значит сейчас для нас уже, в общем, это совершенно другой вопрос, не тема нашего сегодняшнего разговора, Россия, но на Западе в одних странах действительно утвердилась в качестве главного атрибута Рождества – елка, со всеми ее там космологическими какими угодно составляющими. В Италии, например, Италия поделена ровно пополам, почти что. На севере – елка, может быть, потому что их там просто больше, это все-таки предгорье Альпы, а Альпы – это елки. А к югу от Рима это, конечно, вертеп, который по-итальянски называется презепе или презепьо, то есть пещера. И если кто-то бывал в Италии в Рождество, то их можно видеть повсюду, и итальянцы вкладывают туда душу. Особенно это национальное, конечно, ремесло, муниципальное ремесло неаполитанцев. И в комедии великого неаполитанца, в одной комедии Эдуардо де Филиппо, герой в какой-то момент вскрикивает это все на неаполитанском диалекте. Ну, не нравится мне ваша пещера. Это просто бунт такой, понимаете, это оскорбление. Это комедия, посвященная празднованию Рождества. И вот такой вот крик души, потому что для них эти фигурины – это целый мир. Вот, и эти пещеры, они бывают величиной с наш с вами стол, очень красиво оформлены, и месяцами над ними работают, и есть профессия – фигуринайо. Это тот, кто делает эти самые фигурки. Что касается елок, ведь мы нередко так привыкли, что чем елка выше, массивнее и богаче украшений, тем, в общем… Тем она более кремлевская. Тем она лучше. На Лубенке лучше, на Лубенской площади. Да, лучше на площадях, и, как известно, в Лондоне до сих пор Норвегия жителям Лондона дарит свою елку. А на самом деле первоначально елки не были высокими, и это было украшение, которое ставилось, по крайней мере, в Англии, ставилось на стол, потому что она пришла действительно не как замена, хотя действительно при принце Альберте это все становится популярным в период царствования королевы Виктории и диратрицы Виктории. Но речь шла о том, что привычные для британских островов астролисты, амела, самширы, мыжевельник, то есть все, что вечно зеленое на этих островах, и обычно не стоявшие как-то стаймя эти ветки, а они все-таки были определенным образом уложены где-то на столе, теперь вот тут появится вот эта маленькая елочка. И по деньгам тоже не каждый мог себе позволить большую елку в то время, особенно в городах, а рубить далеко не все леса можно. Что касается пуговицы, монетки, наперстка и кольца. Мы переносим празднование Рождества и говорим о том, в общем, о языческих каких-то традициях, о пережитках. Ну, например, в IV веке Григорий Богослов задавал пастве вопрос, что мы празднуем, когда празднуем Рождество. И он перечислял то, что не надо делать на Рождество. И говорил, что во время этого праздника не надо, не надо украшать никак свои дома, ни деревьями, ни тканями, ничем. Не надо украшать свои костюмы, не надо красить лицо, не надо напиваться, объедаться и так далее, и так далее, потому что христиане поклоняются Слову. И это день, когда слово Бога должно быть услышано, понято, и чтобы паства могла этим словом насладиться. Все. Вот это суть праздника, как ее понимает Григорий Богослов. Да. Так что, в общем, восприятие на самом деле праздника весьма разное. Что касается заложенных в пудинг всяких предметов, что, в общем, тоже отнюдь уже не христианская традиция, то здесь они символизировали разные вещи. Если я не ошибаюсь, то вытащенная пуговица – это жизнь отнюдь не счастливая, но одинокая. Монетка – это, естественно, какое-то благополучие, кольцо, естественно, замужество. То есть, ну, это попытка, наперсток – это семейная жизнь, которая будет полна и достаточно трудолюбива, сшита, хорошо сшита все лоскутки. То есть, на самом деле, это тоже вот такая мозаика восприятия и попытка предугадать, попытка магическим образом предвидеть будущий год. У нас, по-моему, тоже клали монетку в пирог. Если у меня память не изменяет. Пирогов делали немеряное количество. В один из углов клалась монетка. Кому попалась, тот и молодец. Но помимо еды были разного рода празднества, потому что все-таки Рождество, равно как и другие церковные праздники, это не только церковный праздник, но и некое празднество для мирян. И, опять-таки, тут тоже разные совершенно традиции. В XV веке семья пастонов в Англии пишется письмо, и сообщается, что вот как неудачно мы празднуем Рождество в этом году. Умер один из родственников. И уже и не потанцевать. Причем такие танцы весьма фривольные, со всякими напевами и телодвижениями. Нельзя как следует попить то, что хочется. И на арфе... Поиграешь. Музыкантов мы не приглашали, и песни не пели. То есть, в общем, грустное получилось празднование Рождества. Что же оказалось, чем заняться, как развлечься? Всего лишь можно в шахматы поиграть и в карты. Вот такой грустный праздник оказался в доме пастонов в XV веке. Хотя, если мы смотрим какие-нибудь хроники средневековые, то очень часто авторы пишут, что во время рождественского поста устраивается турнир рыцарский, допустим. И, например, Жуфра Белардуэн, когда пишет о четвертом крестовом походе, он сообщает, что вот в рождественский пост в Шампане был устроен турнир, и после этого турнира масса рыцарей приняли крест и решили отправиться в крестовый поход. Наступает потом время Пасхи, он опять пишет, вот Пасха подошла, устроили турнир, а уже в другом... Устроили рыцарский турнир, и масса еще больше, в два раза больше рыцарей приняли крест. То есть, на самом деле, совмещение такого празднества, празднования церковного, светского, оно, мне кажется, существовало в дальние времена и продолжает во многом существовать и поныне. А вот что касается всяких не совсем богоугодных элементов празднования. В Италии есть такая, тоже непонятная, до конца непонятная черта традиции фольклора, богатейшего фольклора, связанного именно с этим главным праздником года. Это персонаж некой Бефаны. Бефана – это стяженная форма от греческого эпифания, то есть богоявления, буквально богоявленка, богоявка, что-то в таком духе, да, как-то если пытаться образно переводить. Она – злобная старуха в лохмотьях, и она приносит подарки. То есть не Санта-Клаус, Санта-Клаус – это свято Николая, потому что попадает на Николая. Так, Дед Мороз, у него там своя история тоже, вот почему он дед, почему Мороз в разных странах, сейчас не будем этого касаться. Но кто приносит подарки? В Сицилии мертвецы. Тоже хорошо. Тоже неплохо, да, причем дети ждут, что мертвецы, ну, как бы предки, да, но мертвые, вот именно пришельцы того света положат тебе под ёлку странный юмор, да, но при этом Сицилия вовсе не скучная страна. Предпосылки для возникновения мафии. Ну, наверное, да, как так черный сицилийский юмор, что ли, черный сицилийский фольклор, но… Скорее наоборот, что тут соединение жизни и смерти. Очень явно, да, да, да. Смертные поминовения, причем даже для детей. Возможно, это наследие барокко, потому что в эпоху барокко на юге Италии вполне нормально над главным входом в храм два скелета изобразить в стукко, в технике стукко. Странное восприятие смерти было. Так вот, это Бифана. Ее иногда, в некоторых местах, ее сжигают на Рождество, там где-то между Рождеством и Богоявлением, поскольку эпифания, Бифана, вот. Где-то она больше злыднее, где-то меньше злыднее. Вот весь этот обряд… Участие, соучастие, действие. Какое-то должно быть обязательное. Да, это имеет какую-то социальную такую функцию. Город объединяется вокруг зажигания, предположим, этой Бифаны, вот, или ее там какого-нибудь ритуального изгнания, поругания. Но потом она же на следующий день приносит подарки, и дети ходят и поют калятки благодаря… Опять же, калятки, чисто языческая история, которая как-то органично прижилась. Ну, конечно, вообще все языческое. Рождество тоже, какое-то там солнце непобедимое. Митра, бог знает что. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Наверное, на тему Рождества и Нового года можно говорить бесконечно. И каждый год мы ждем, когда оно наступит, чтобы, как следует, отпраздновать и то, и другое. А в русской традиции два раза. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова